Всем доброго времени суток, дорогие друзья, на связи Биг Плей. Проблема лагов, фризов и постоянно прыгающего фпс сгубила не одну тысячу начинающих игроков, которые такого накала страстей не выдержали и решили оставить мечты о покорении киберспортивного Олимпа. И на самом деле неудивительно, потому что самый распространенный ответ на вопрос из серии «Что делать, если телефон не тянет игру и начинает нещадно лагать?» будет примерно следующий. Приобретите себе более мощное устройство. Ответ, конечно, логичный, но после этого молодой игрок идет смотреть цены на новые айфоны и, разумеется, Макелати испаряется без следа. Но что если мы скажем вам, что благодаря элементарной оптимизации устройства, без GFX Tool, без конфигурации и всего прочего стороннего вмешательства, можно решить большую часть проблем с лагами и спокойно играть? Да, все именно так. Поэтому прямо сейчас ставьте лайк на этот ролик, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. И, конечно, напоминаем, что начать свой путь к становлению звездой киберспорта PUBG Mobile ты можешь вместе с нами, и при этом мало того, что абсолютно бесплатно, так еще и с возможностью стабильно на своей игре зарабатывать. Для этого прямо сейчас переходи по ссылке из описания или закрепленного комментария, регистрируйся и принимай участие в абсолютно бесплатных турнирах с солидным прицовым фондом. Новые ивенты проходят каждую неделю, поэтому играй, развивайся, зарабатывай и выигрывай инвайты на квалификации официальных мировых турнирных серий вместе с Биг Плей. Ну и пока ты все это делаешь, мы перейдем к способам оптимизации твоего телефона. Приятного просмотра! Итак, развеем сомнения сразу. Мы не будем никого вводить в заблуждение и говорить, что Android за 10 тысяч рублей будет более эффективным, чем последняя версия айфона. Действительно, все действующие звезды киберспорта в качестве устройства используют именно айфоны, так как это хоть и безусловно дорогой вариант, но играющий в долгую. Однако это вовсе не значит, что с Android за 10 тысяч рублей невозможно комфортно начать развиваться и даже зарабатывать. Наши советы будут разбиты по четырем отдельным категориям. Внутренняя оптимизация смартфона, использование внешних устройств, применение панели разработчика и общие советы, которые помогут сохранить ваше устройство в целости и сохранности. Собственно, не будем больше задерживаться, и давайте начнем именно со способов базовой оптимизации. Вы, наверное, замечали, что Android-устройства такое ощущение, что со временем начинают уставать, работая все медленнее и медленнее. Сначала у вас стабильность 60 FPS, потом проседающие 50, а после этого и 30 увидеть вполне нормально. Вы удивитесь, но всего два нажатия могут существенно увеличить быстродействие телефона в играх. Для этого переходим в настройки вашего устройства, выбираем раздел «Питание и производительность» и вот тут сбрасываем и чистим все настройки. Не спрашивайте, как это работает, но результат просто феноменальный. Лично мы пробовали использовать эту функцию в стресс-тестах на Xiaomi Poco X3 Pro и Redmi Note 8 Pro. Результаты просто удивительные. FPS стабилизируется и позволяет играть значительно комфортнее. Подобную операцию стоит проводить хотя бы раз в неделю, этого будет более чем достаточно. Помимо этого, будете смеяться, конечно, но существенно помогает сброс устройства до заводских настроек раз в пару месяцев. На примере с Poco M4 Pro это существенно ускоряет работоспособность. Вероятнее всего это связано с тем, что Android это все же открытая операционная система, которая как губка впитывает в себя кучу мусора. Да, это не самый быстрый и приятный процесс, однако, если накану мечта развиваться в любимой отрасли без покупки телефонов за 100 тысяч рублей и более, оно того явно стоит. Все же остальные способы, по типу очистки памяти телефона, через встроенную утилиту и так далее, порадовать могут разве что только глаз. Существенного профита это не принесет. Однако, озвученные два способа выше, вы сможете проверить даже самостоятельно и убедиться, что они действительно помогают играть более стабильно. Идем дальше. И следующая категория, это разумеется использование панели разработчика. Скажем так, у каждого устройства на базе андроид изначально функционал разработчика скрыт, чтобы вы не дотыкали ничего лишнего. Хотя на самом деле, испортить что-то непоправимо там невозможно никак вообще. Кирпич из телефона вы сделать не сможете. Но давайте разберем все более детально. Сейчас будет пример на базе устройства Xiaomi, но на других брендах делается почти идентично. Переходим в настройки телефона и выбираем раздел о телефоне. Тут нас с вами интересует пункт версия MIUI. Если же вы используете телефон любого другого бренда, то это может называться как-то по типу номер сборки, номер версии и так далее. Теперь мы просто начинаем быстро тыкать на версию MIUI и делаем это до тех пор, пока не вылезет оповещение о том, что функционал разработчика одобрен и разблокирован. Если так случилось, что он у вас уже открыт, то так же будет и написано. Теперь мы возвращаемся назад в главное меню и листаем чуть ниже. Нас интересует раздел расширенной настройки. Сразу же залетаем в него и уже там будет отдельная вкладка для разработчика, которую как раз таки мы с вами полностью и разблокировали. Скажем честно, функций тут очень много, однако проведя довольно много тестов, мы посоветуем использовать всего несколько из них. Самые эффективные. Во-первых, настройки графического драйвера. Переходим туда и среди всех установленных на устройстве приложений ищем PUBG Mobile или вообще любую другую игру, в которую вы играете. Не принципиально. Нашли и после этого устанавливаем вместо раздела по умолчанию системный графический драйвер. Сохраняем и возвращаемся обратно в меню разработчика. Теперь нам предстоит найти раздел трассировка системой. И тут нас интересует размер буфера для каждого процессора. Эта функция сродни оперативной памяти. Чем больше вы поставите значение, тем по факту более плавно будут читаться данные и пропорционально снизится нагрузка на процессор. Скажем честно, ускорение смартфона тут вы особо сильно не заметите. Вот вам, к примеру, два теста с минимальным буфером и с максимальным. Однако, это тут не главное. При установке максимально доступного значения вы снизите нагрев процессора. И вот это реально очень сильно ощущается. Можете попробовать даже самостоятельно. В случае же мобильного гейминга это одновременно и небольшое ускорение и снижение общей температуры устройства, что реально улучшит качество игры. В принципе, на этом все. Еще можно посмотреть раздел буфер журнала, но на трехдневном тесте никакого существенного улучшения мы с ним не обнаружили. Поэкспериментировать, конечно, стоит. Возможно, все зависит именно от модели устройства, но прям советовать этот раздел особого смысла нет. Поэтому мы с вами идем дальше. С температурой мы уже немного поработали. Однако, еще сильнее снизить ее можно с помощью внешних устройств. И да, это кулер. Вы можете приобрести кулер, который устанавливается на заднюю панель телефона. И он за счет внутреннего вентилятора будет охлаждать место, где находится процессор телефона. И чтобы вы просто понимали, даже с самыми дешевыми моделями температура отличается почти на 10 градусов. И это очень существенно. Однако, кулеры довольно массивные, и с ними придется привыкнуть играть. Особенно, если вы используете гироскоп. Поэтому, если вы не любитель всего нового, совместите приятное с полезным. Приобретите самый обычный настольный вентилятор. Компактный. Его тоже просто направьте в сторону задней крышки телефона. Результаты, конечно, не такие существенные, однако, удобство при этом не страдает. И в отличие от съемного кулера, настольный вентилятор может и лично для вас пригодиться летом. Оно обещает быть жарким. И честно, не стоит пренебрегать этим моментом. Нагрев это по факту главная причина лагов в мобильном гейминге. Базовые модели телефонов никогда не создавались специализированно для гейминга. В них нет такой встроенной системы охлаждения. Как, к примеру, в специальных игровых моделях. Так что нагрев это как и температура у человека. Чем выше становится, тем хуже телефон себя чувствует. А если это дело запустить и не обратиться к специалисту, то в некоторых случаях может дойти и вообще до критичных ситуаций. Благо, что кулеры, что вентиляторы сейчас стоят очень бюджетно. Ну и последний пункт. Общие советы. Но они не менее важны. Тут мы отметим всего лишь два момента. Во-первых, старайтесь использовать зарядное устройство, которое находится в комплекте с вашим смартфоном. Или аналогичное ему по мощности. И вот сейчас серьезно не смейтесь. Мы понимаем, что звучит это немножко странно. Однако, сейчас зарядное устройство можно найти крайне мощное. И это может сыграть злую шутку с вашим телефоном. К примеру, случай из личного опыта. У меня есть два устройства. Asus ROG Phone 5 и Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Первый фулл игровой вариант. Второй ближе уже к офисной звонилке, если честно. Для них я купил зарядное устройство мощностью 65 ватт. И если ROG Phone с таким справляется отлично и заряжается быстро, а при этом еще и использовать его во время зарядки можно почти без ограничений, то вот Redmi Note 8 Pro отрубается нафиг. Устройство настолько не подходит ему по мощности, что экран тупо начинает регистрировать случайные нажатия от перегрева и повышения напряжения. Хотя к экрану не прикасается вообще никто. И логично, спустя пару месяцев аккумулятору поплохело. Так что эти моменты тоже очень важны. Ну и главное, никогда не играйте на зарядке. Это прямая дорога к замене аккумулятора. Или вообще телефона в целом. Когда вы заряжаете обычное, не гейминг направленное устройство, аккумулятор начинает нагреваться. Если же в этот момент вы еще и играете, то температура повышается еще сильнее. Сами понимаете, ничем хорошим это обычно не заканчивается. Износ аккумулятора, общий износ комплектующих, износ термопасты и еще многое-многое-многое другое. Сравнить можно даже на примере айфонов. Те пользователи, которые активно использовали устройства на зарядке, значительно быстрее наблюдали износ аккумулятора. Информация общедоступная. Вы можете прочитать ее даже самостоятельно. Многие устройства Xiaomi вообще взрывались. Ну, не в прямом смысле слова, конечно. Просто аккумулятор раздувало и он выдавливал заднюю панель. Но, тем не менее, это почти уничтожение телефона и полная замена многих комплектующих. Так что обязательно имейте это в виду. Ну и что, друзья? Это самые действенные варианты, которые могут помочь даже самое бюджетное и слабое устройство превратить в уверенный старт киберспортивной карьеры. Так что обязательно пользуйтесь. Все сказанное в ролике абсолютно безопасно, в отличие от тех же самых конфигов и программ по оптимизации. Там всегда кот в мешке. Так что желаем удачи и, разумеется, прямо сейчас начинайте зарабатывать на своей игре. Переходите на Бигплей, регистрируйте свою команду, залетайте в бесплатные турниры и лутайте призовые. Будем ждать каждого из вас. Спасибо огромное за просмотр. И, конечно, увидимся на киберспортивном поле боя. До скорых встреч.